Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Ёлка желаний. Подарите ощущение радости и чувства новогоднего вовшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации. А традиционная акция в нашем выпуске. Полицейский Дед Мороз. Сотрудники управления по работе с личным составом и прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии посетили детский дом. Выставка к столетию республики. В Северокавказской государственной академии открылась всероссийская выставка творческих работ. Чиновники в роли волшебника. В Доме правительства прошла вторая часть благотворительной акции «Ёлка желаний». Открытки с пожеланиями снимали глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, а также члены Кабинета министров и депутаты. Цель акции «Ёлка желаний» — подарить ощущение радости и чувства новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации. Харча Биджиев узнавал о мечтах детей. Необычная «Ёлка желаний». На ней нет традиционных игрушек, но её украшают множество ярких открыток с пожеланиями детей. В этом году Рашид Тимрезов исполнил мечту Дамира Кедокоева. Он пожелал планшет для слабовидящих. Далее исполнять желания детишек продолжили спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, а также все руководители министерств и депутаты. Представители всех уровней власти республики присоединились к акции, и каждый исполнил одно или несколько желаний. А они совсем разные. Конструктор, наушники, набор для художника, игрушечная машина. Всего на волшебной ёлочке было 211 открыток, и все детские мечты будут исполнены до Нового года. Пять пожеланий, которые в ближайшее время исполним для наших детишек. Пожелания совсем разные. У кого-то наушники, у кого-то творческий набор. Все эти новогодние подарки для наших детишек уже в этом году будут доставлены им всем. Новый год стал ещё на неделю ближе. И, конечно же, какой праздник без чудес. Этого долгожданного дня ждут и дети, и взрослые. И не стоит забывать, что нет ничего невозможного. И ёлка желаний исполняет все мечты. Вополняем новогодние пожелания наших детишек. В прошлом году мы это делали. И вот сейчас ёлку пожеланий выбрали. Подарки, которые сейчас приобретём, и будем поздравлять с наступающим Новым годом наших детишек. Лично мне попалось два желания. Одно из которых – это гитара. Вот молодой человек хочет себе гитару. А вот во втором желании мне попались наручные часы чёрного цвета. С удовольствием буду рад данные желания исполнить. Акция «Ёлка желаний» ежегодно проходит в преддверии Нового года. Она помогает исполнять самые заветные мечты детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Ведь нет на свете ничего дороже счастливых детских глаз. Карча Беджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники управления по работе с личным составом при службе МВД по Карачаевой Черкесской республике посетили подшефный дом ребёнка в Черкесской. Дети подготовили праздничные стихи. Полицейский Дедушка Мороз и внучка Снегурочка уделили каждому ребёнку внимание. С интересом выслушали стихотворение и выручили именные подарки. Напомним, МВД по Карачаевой Черкесии шепствует над домом ребёнка с 2008 года. С тех пор каждое структурное подразделение Министерства посещает учреждение. К своим юным друзьям полицейские ездят в гости не с пустыми руками, стараясь максимально обеспечить воспитанников детского дома всем необходимым. Как показывает практика, это на них только положительно влияет. Педагоги отмечают, что для их подопечных очень важны тёплые встречи, ведь подарки, общение, хорошее настроение в итоге становятся тем самым, хоть и маленьким кусочком счастья и добра. Отдавив всех подарками, полицейский Дед Мороз и Снегурочка пообещали непременно вернуться в дом ребёнка в следующем году. Мероприятие прошло в рамках действующих указаний Роспотребнадзора и основанных на них рекомендациях органов исполнительной власти. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин История и современность изобразительного искусства в Карачаево-Черкесии. В Северокавказской государственной академии открылась всероссийская выставка творческих работ, посвящённая столетию республики. Мастерство художника оценил Ихар Чабиджеев. Пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к искусству. Ведь искусство неисчерпаемо, как жизнь. Главным средством выразительности в живописи является цвет. Яркие образы дарят палитру эмоций рядовым ценителям творчества, которые, созерцая картину, могут не только получать эти эмоции, но и видеть внутренний мир самого художника, создавшего и передавшего его на холст с помощью кисти и красок. Выставка истории и современность изобразительного искусства Карачаевой-Черкесии открылась в стенах Северокавказской академии при участии факультета дизайна и искусств. Приурочена она к столетию республики, но и имеет международный акцент. На экспозиции представлено творчество мастеров живописи. Представленные работы художников из Карачаевой-Черкесии были достоинством оценены Мексике и Греции. Почетный сотрудник Российской академии художеств, а также ЮНЕСКО Греции Ирина Бондарь передала дипломы всем тем, кто участвовал в выставке за рубежом. Правильно говорят, искусство – это философия жизни, это философия каждого человека, его видения. И как хорошо, что у нас есть возможность именно показать внутренний мир, внутреннее содержание человека глубоко и дает возможность самому человеку, который ведет эти работы, задуматься. Это и эстетическое восприятие, это эмоции невероятные, это сила, мощь. Ни одна картина не оставляет равнодушной. Искусство живописи дарит не только эстетическое удовольствие, но и эмоции радости, печали, ощущения любви и ненависти. Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве, такие как академизм, авангардизм, анималистика, аппликация, лучизм, минимализм, натюрморт и многое другое. Конечно же, все это влияет на аспекты существования жизни человека. Кстати, на выставке представлены и работы нашего коллеги, художника, телеоператора Алия Бастанова. Они будто наполнены энергией, которая не позволяет увести свой взор. Международная ассоциация, союз художников, творческого союза, это маститые художники. А наши студенты сегодня, видя их работы, есть на что равняться. И в будущее они смотрят и представляют, к чему они должны стремиться. Это, конечно, большое, я скажу так, учебного процесса работа идет. Первые оценили выставку студенты факультета дизайна и искусств Академии. Мне понравилась сегодняшняя наша выставка, поскольку каждая работа несет в себе свой смысл. И по этим работам, если всматриваться в каждую, можно определить, понять, что испытывает художник в период, когда пишет эти свои работы. И если их сравнивать, абсолютно разные эмоции. Где-то радость, где-то грусть, где-то счастье. И очень много этих эмоций. Поэтому, мне кажется, за пять минут просмотреть выставку просто невозможно. Все картины очень прекрасны. И когда ты смотришь хотя бы на одну из картин, ты можешь прочувствовать, какие эмоции были у художника, когда он писал эти картины. Мне нравится то, сколько человек на это потратил времени, сколько у него усидчивости, терпения. У меня столько нету. Я хочу этому научиться. У меня есть идеи, но я не умею их воплощать. Этому здесь и учат. Выставка будет работать до 31 декабря. Вход свободный. Любой ценитель живописи может порадовать себя и посетить ее с 9 утра до 5 вечера. Харча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. На этом зубодний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Утолок ледяной, дверь скрипучая. У меня дома два тигра есть. Таких тигров мы на сцену были. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. Али Галапа, али Гажача. Это был очень веселый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга. Весело, весело встретим Новый год. Карачаево, Черкесия, мой родной чудесный край. Звенит январская вьюга, Черкесия, мой родной чудесный край. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова